В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Их укусы смертельно опасны, клещи сохраняют активность. История в фотографиях. Выставка Дивеева со старых пленок открылась в школе художественных ремесел села. Далее расскажем обо всем подробно. Клещи по-прежнему активны и опасны. Недавно из-за осложнений после укуса клеща умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом Евгений Хвалько, сообщает портал объясняем.рф. Насекомое оказалось переносчиком опасной для людей и животных инфекции – клещевого энцефалита. Клещи остаются активными до первых осенних заморозков. Как защититься от паразитов, напомнит наш следующий репортаж. Из-за осложнений после укуса клеща умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом игрок молодежного клуба «Кузбасс» Евгений Хвалько. Насекомое оказалось переносчиком клещевого энцефалита. Молодого человека спасти не удалось. Сезон клещей продолжается. Поэтому не стоит расслабляться. Нужно быть максимально осторожными и внимательными, чтобы избежать встречи с опасным паразитом. Клещи остаются активными до первых осенних заморозков. Самый высокий риск заразиться клещевым энцефалитом в Сибири, при Волжье, некоторых регионах северо-западного и центрального федеральных округов. Паразиты могут быть носителями инфекционных заболеваний – вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Определить, какой клещ вас укусил – здоровый или больной – возможно только в лаборатории. Если больной клещ, то в течение 72 часов проводится экстренная антибиотика-профилактика для того, чтобы не развелось заболевание. У нас в городе две лаборатории проводят исследования. Это лаборатория на клинической больнице номер 50 и лаборатория Центра генопедемиологии номер 50. Исследования эти платные, но желательно, конечно, провести исследование, чтобы понять. По словам специалиста, в Сарове клещевой энцефалит не встречается. В основном регистрируют клещевой боррелиоз. Но на территории Нижегородской области 15 административных районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. Этот вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему и дает различные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы собираетесь выезжать за пределы города или области, то врачи советуют перед отъездом сделать полный курс вакцинации от энцефалита. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Клещевой боррелиоз тоже может быть опасен, если человек не получит вовремя антибиотиковую профилактику. В этом случае может развиться хроническое течение болезни, когда поражается нервная система. Клещ обитает на кустах, деревьях и высокой траве. Поэтому, собираясь на прогулки в лесной местности, пользуйтесь репеллентами, избегайте высокой травы и обязательно надевайте одежду, которая закрывает все участки тела. Клещи очень хорошо будут видны на светлом фоне. То есть одежду надо одевать в светлых тонов. Имейте в виду то, что открытые участки тела больше подвержены нападению клещей. Значит, надо иметь воротничок, который плотно прилегает к шее, на запястьях манжеты, на обувь должна быть плотно прилегать к щиколоткам. Если вы заметили на себе клеща, то вытаскивать его необходимо в чистых медицинских перчатках. Но лучше обратиться за специализированной помощью в медицинские учреждения. А вот в парке Зернова клещей бояться не стоит. Территория обработана и здесь всегда рады видеть саровчан. На август в парке насыщенная программа массовых мероприятий. Отдохнуть здесь душой смогут и взрослые, и дети. Подробности далее. Каждую среду сотрудники Центра развития культуры и искусства приглашают всех желающих в парк имени Сосина. В 18.00 там проходят интерактивные программы, где маленьких зрителей ждут увлекательные путешествия по парку. А также знакомство со сказочными персонажами. В пятницу в парке имени Зернова проходит культурная пятница для всей семьи. А в 21.00 на танцевальной площадке стартует летний кинотеатр, где показывают художественные фильмы 22 и 23 годов. Каждый четверг на танцевальной площадке парка имени Зернова у нас проходят абсолютно бесплатные мастер-классы по танцам для взрослых. Каждую субботу традиционно у нас она проходит под знаком музыки. На набережной парка имени Зернова мы ждем на сцене на воде, на живых концертах вокальных инструментальных групп нашего города или же мелодичные сеты от диджеев нашего города. В этом году парк имени Зернова отмечает свое 75-летие. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он с концерта на танцевальной площадке в 18.00. А в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. Мы будем смотреть конкурсную программу. Это семь лучших краткометражных фильмов, которые были отобраны оргкомитетом фестиваля уличного кино для участия в конкурсе в этом году. То есть мы вновь будем голосовать фонариками за лучшую, понравившуюся нашим горожанам картину короткометражного кино. 26 августа в 11.00 откроет свои двери фестиваль «Дары лета». Его организуют ветераны и пенсионеры города. В это же время на танцевальной площадке пройдет проект «Ретро-танцы», где прозвучит музыка для тех, кому за. А перед танцевальной площадкой маленьких гостей ждут сотрудники парка с интерактивными играми. В этот же день, уже в 8 вечера на танцевальной площадке в Летнем кинотеатре, мы вновь присоединимся к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой встретимся с персонажами Успенского и посмотрим детскую комедию «Чебурашка». И далее встретимся с «Космосом». Увидим драму «Вызов» режиссер Клима Шипенко. 27 августа в 14.00 на танцплощадке стартует программа «Радости парка», где все желающие смогут принять участие в творческих играх, посмотреть на азотное шоу от Музея занимательных наук в арке из Нижнего Новгорода. Также гости парка попробуют сочные арбузы и увидят шоу мыльных пузырей. В это же время на набережной реки Сатис стартует фестиваль «Вкусно-фест». В этом году он отпразднует пятилетие. Предприниматели города представят на суд гостей свои работы, а также все желающие смогут продегустировать блюда, которые для них приготовят участники. Завершится вечер выступлением группы «Биртман» из Санкт-Петербурга. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Фасад нового кинотеатра смогут оформить горожане. Молодежный центр запускает конкурс «Кинодизайн» накануне открытия кинотеатра под открытым небом. До 31 августа можно предложить авторский эскиз фасада в жанре стрит-арт. Лучшее граффити украсит фронтальную стену кинотеатра, а автор работы получит ценный приз. Подробности по телефону 99108. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Указывать стоимость товара за килограмм и литр обяжут торговые сети и магазины. Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменений в закон о защите прав потребителей в октябре. По мнению авторов проекта, пока стоимость товара не меняется, либо он немного дешевеет. При этом количество продуктов в упаковке уменьшается. Например, в упаковке продается всего 9 яиц, а не 10. Подобная ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие. 13% от оплаты детских спортивных секций можно вернуть. Речь идет, например, о занятиях по футболу или абонементах в фитнес-зал. Условия для вычета. Возраст ребенка до 18 лет. При очном обучении до 24 лет. Спортивная организация или ИП есть в перечне Минспорта. На каждый год отдельный перечень. Есть все подтверждающие документы. При этом вычет за спортивные секции можно получить, начиная с расходов за 2022 год. Для этого достаточно копии договора и кассового чека. Размер вычета до 120 тысяч рублей в год вместе с другими социальными вычетами на лечение, свое обучение, благотворительность, пенсионные взносы и страхование. Ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров попросили Минфин депутаты Госдумы. Применять такую норму предлагают для семей, воспитывающих одного и более детей в возрасте от 7 до 17 лет. За исключением семей с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. По данным Росстата, в 2022 году собрать в первый класс мальчика обошлось родителям в 22 тысячи рублей, а девочку в 26 тысяч. Расходы на приобретение школьных товаров в полной среднестатистической российской семье, в которой работают оба родителя, могут составлять до 30% от семейного бюджета. История в фотографиях. Выставка Дивеева со старых пленок открылась в детской школе художественных ремесел села Дивеева. На черно-белых фотоснимках 30-90-х годов прошлого столетия запечатлена история Дивеевской женской обители. Здесь же можно увидеть фотографии из Дивеевских торжеств во время встречи мощей преподобного Серафима Саровского. Подробности далее. Проект «Дивеева. Живая история» выиграл президентский грант. В прошлом году его создал инициативный житель села Павел Сушков при поддержке районной администрации Дивеева и местных предпринимателей. На средства гранта Павел оцифровал порядка 12 тысяч фотографий со старых пленок, архив районной газеты «Ударник» и частные архивы жителей Дивеева. Так родился виртуальный музей Дивеева вчера. Здесь собраны фотографии, видеофрагменты и кинохроники Дивеевской земли XIX-XX веков. Фотовыставка Дивеева со старых пленок стала продолжением в работе над проектом. Изначально планировали выставить только фотографии торжеств Серафимовских 1991 года, но потом, чтобы немножко расширить кругозор посетителей наших, мы решили, что нужно дать к ним предысторию. То есть сначала первый отдел содержит фотографии XIX века и начало XX до разорения монастыря. Во втором разделе выставки фотографии прошлого столетия, начиная с 30-х годов. На них можно увидеть, как жили девеевцы в советское время, как выглядела разоренная территория монастыря. По словам Павла Сушкова, некоторые фотографии были для него открытием. Есть, например, кресты на источниках. Хотя везде на слуху, что были гонения, что никаких крестов не было, что верующих с источников прогоняли. Нет, это на самом деле оказалось, что не совсем. Может быть, не везде так было. Жемчужина выставки – фотографии Николая Кузяева, мастера гончара и села Елизарьева. Оказалось, что Николай Иванович работал профессиональным фотографом в фотоателье на территории монастыря. На его снимках запечатлены события 1 августа 1991 года. В этот день в Дивеево торжественно перенесли мощи преподобного Серафима Саровского. Выставка Дивеева со старых пленок проходит в Дивеевской школе художественных ремесел по адресу переулок Галяково, дом 3. Посетить экспозицию можно с 12 до 17 часов ежедневно до конца сентября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Светлана Ирунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темные и светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 августа там пройдет медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкие тягучи липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергум. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового за полторы тысячи. Три килограмма липового за 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 августа с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим! Телефон 8-927-064-13-90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА